Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию я хочу представить книгу русской писательницы, поэтессы и переводчицы Елены Катишонок. С 2005 года Елена Александровна занимается литературной деятельностью. Ее писательский дебют начался со сборника стихов «Блокнот». В 2006 году вышел первый роман «Жили-были старик со старухой». Это произведение вызвало бурю положительных эмоций у критиков. Они назвали его одним из лучших сочинений десятилетия. В 2009 году роман вошел в короткий список одной из самых престижных литературных премий «Русский букер», а в 2011-м удостоился премии «Ясная поляна». Я хочу представить вам продолжение роман против часовой стрелки. Произведение самодостаточное, его можно читать и отдельно от первой книги. Это история об Ирине, дочери героев романа «Жили-были старик со старухой». Она прожила долгую, временами счастливую, но трудную жизнь. Написано в формате воспоминаний, в которых легко переплетается прошлое с настоящим. Мы как будто листаем старый семейный альбом с фотографиями и встречаемся на страницах со всеми членами многочисленного семейства Ивановых. Одни уходят в вечность, на смену им приходят новые поколения, сначала детей, потом внуков и правнуков. Теплая, искренняя и очень душевная история. Ирина предстает перед нами женщиной с сильным духом, женщиной, которую не сломила ни война, ни голод, ни послевоенное тяжелое время, ни потери. Самая старшая в семье, она похоронила братьев и сестер, стала вдовой в расцвете лет. Все это оставило глубокие рубцы на ее сердце. А ссора с дочерью, тяжелая, жестокая, довела Ирину до инсульта. Эта боль не отпускала всю ее жизнь, но утешением стала внучка, утешением, отрадой и лучиком света. Ирина прожила жизнь не играя, не притворяясь, никому не завидуя, ни перед кем не заискивая. Достойно встретила старость и ушла со спокойной душой. Это проза жизни, рассказ об одном отдельном взятом роде. И главная рассказчица Ирина, вместе с ней переживаешь всю ее жизнь и всю ее боль. Поэтому так грустно и тяжело остается после прочтения этой книги. Она заставляет задуматься о семейных ценностях. Красивый русский язык, хороший слог. Смело рекомендую к прочтению всем любителям вдумчивого чтения и семейных саг. Приятного чтения!